Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем беседы по Первому Соборному Посланию Апостола Петра для библейского портала Экзегет. Итак, мы читаем 4 главу. Апостол пишет «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Для того, чтобы понять эту фразу правильно и в контексте, потому что она начинается с «и так», то есть подведения некоторого промежуточного итога, стоит вернуться к небольшому отрывку из 3 главы. Апостол пишет это, 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за наши грехи». И теперь начало 4 главы. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». То есть и у апостола Петра здесь, и у апостола Павла, и даже в посланиях мужей апостольских, то есть уже, собственно, не в самих текстах Священного Писания, мы часто встречаем одну и ту же мысль, что христиане должны совершать дело Христова на земле, повторяя, продолжая, воспроизводя его путь. «И вот Христос пострадал за нас плотью, и мы должны вооружиться той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Понятно, что Христос, и апостолы сами это периодически подчеркивают, безгрешен. И как раз последовать Христу мы можем через физические страдания, очищаясь от духовной скверны. Логика в том, что мы можем попробовать последовать за Христом, просто страдая, но в простом страдании не будет никакой пользы, никакой духовной пользы. А нам необходимо пережить духовное преображение, а для этого необходимо перестать грешить. То есть, чтобы повторить путь Христов именно в плодотворном таком ключе, необходимо быть как Христос, необходимо быть сотелесным Христу. И как апостол Павел пишет в послании к римлянам, если во Христа крестились, во Христа облеклись, как бы оделись во Христа. Откуда, например, и белые крещальные одежды, это одежды чистоты, одежды безгрешной жизни. Поэтому апостолы пишут, что мы должны переставать грешить. Но здесь он говорит не просто о некотором, это не некоторый призыв, просто перестаньте грешить, а он обосновывает, почему христиане могут находить пользу в телесных страданиях. Он говорит, страдающий плотью перестает грешить. Действительно, многие грехи уходят, когда человек страдает физически. Не все, и некоторые даже появляются. Но телесные грехи, очень многие, оказываются, отходят на второй план, оказываются в некотором таком пренебрежении, потому что у человека просто нет на них сил, ни физических, ни духовных, ни эмоциональных. И с какими-то вещами, оказывается, легче справиться, когда тело страдает. Вот, собственно, апостол говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Собственно, что делает страдание? В первую очередь страдание показывает, что человек не является хозяином ситуации, что человек, который может развиваться и строить планы на будущее, на жизнь, видеть во всем прогресс, думать о развитии общества, техники и прочее. Когда он начинает страдать, он понимает, что он не является до конца хозяином собственной жизни, и у него несколько корректируется система ценностей, когда он понимает, например, что главное в его жизни, что второстепенное. Не всегда это так. Опять же, для того, чтобы сделать правильные выводы, надо, ну, в каком-то смысле, иметь уже некоторую основу и, может быть, даже иметь некоторое руководство, быть в контексте самого Завета, потому что, конечно же, мы понимаем, что человек, который, например, совершенно вне контекста библейского, вне контекста отношений с Богом, он может, во-первых, конечно, может богохульствовать и кощунствовать, и злиться, страдая, и, наоборот, свои страдания, вот свою боль вымещать на других. Ну, и кроме того, он может сказать себе, что время его близко, и он должен еще больше, еще больше попробовать, еще больше. То есть, когда человек понимает, что ему мало осталось, он может сделать правильный и неправильный вывод. Для этого апостол и пишет как раз эти слова, что если вы будете по Христу переносить страдания, если вы будете вооружаться той же мыслью, тогда вы перестанете грешить, чтобы остальное во плоти и время уже не по человеческим похотям жить, но по воле Божией. И здесь как раз он проводит противопоставление, разделяет человеческие похоти и волю Божию. И человек был сотворен для того, чтобы реализовать о себе волю Божию, чтобы его желания и желания Бога совпадали, и так первоначально и было. Но потом Ева, за нею Адам, за ними, каждый из нас, мы выбираем свои желания, а не волю Божию, как в свое время писал Достоевский, по своей человеческой воле пожить. Вот это внутренний такой разлад с Богом, который присутствует, наверное, в каждом человеке, и через крещение, через таинственную церковную жизнь постепенно из нас, в нас исправляется и изменяется. Далее он пишет, «Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолуслужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Апостол здесь перечисляет разные грехи, которые присутствовали в жизни христиан, людей, которым он проповедовал. Явно он обращается к язычникам. Совершенно очевидно, что иудеи, тем более в каком-то таком масштабе, чтобы им можно было всем писать, как некоторые общины, они ни в коем случае не могли себе такого позволить. Они жили довольно закрытыми общинами. И даже если жили далеко, скажем, в Риме, в Александрии, в Вавилоне, они все равно составляли некоторую такую религиозную общину. Значит, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам и похотям. И вот здесь, в синодальном переводе, в скобках стоит перечисление этих похотей, мужеложству, скотоложству и помыслам. На самом деле, в наиболее таких авторитетных изданиях греческого текста вот этих уточнений нет. Достаточно просто, то есть просто приводится слово похоти, самого разного, самого разного рода. Также здесь, как бы, есть некоторое повторение, потому что он говорит сначала о пьянстве, а потом излишестве в пище и пятии. Излишество в пятии – это, в общем-то, то же самое, но другими словами. То есть явно речь идет о некотором таком безудержной жизни, в которой смыслом оказывается потребление и удовлетворение собственных желаний. Самых таких низменных, можно сказать, конечно, потому что здесь и нечистота, и похоть – это все явно грехи, связанные с сексуальной сферой. Ну и здесь же вот объедение и пьянство. То есть как раз то, что и приводит к этому искажению нравственной и чистой жизни. Ну и, конечно же, он дальше пишет и нелепому идолослужению, потому что заканчивается это все, естественно, не только телесными грехами, телесными проблемами, но и духовными. То есть вы предавались, он говорит, поступали по воле языческой, он перечисляет телесные грехи, телесные, 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 и в конце заканчивает вот и нелепым идолослужением. То есть, естественно, что человек, который такое позволяет себе творить в жизни, он и богов себе выбирает соответствующих. И когда сегодня некоторые удивляются и говорят, как же это там возрождается, например, язычество в мире, мы можем найти там даже среди наших современников людей, которые сознательно выбирают язычество, они говорят там, что они возвращаются к вере предков. На самом деле все очень просто. Практически нет никаких нравственных ограничений, уж особенно касающихся пищевой, сексуальной сферы, сферы такого поведения бытового. Просто никаких не сохранилось практически требований, да, во-первых. А во-вторых, нет никаких священников, никаких храмов, никто тебя ни к чему не принуждает. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними, и злословят вас. И это действительно очень характерно для такого развращенного общества. Христианин, человек, который живет чистой жизнью, который, может быть, изначально ею жил, если он был воспитан в вере, или, может быть, он ушел, отошел, да, от развращенной жизни и пришел к жизни чистой и духовной, он все время раздражает, он оказывается таким бельмом на глазу, который постоянно мешает. Мешает не только потому, что просто отличается, а потому что своей жизнью, своими поступками, своими мнениями, он обличает неправду жизни вот этих развращенных людей. И они не просто удивляются. Апостол здесь пишет, да, они девятся тому, что вы не участвуете с ними, потому что это может представляться каким-то глупым ограничением. Почему ты должен себя ограничивать? Почему ты должен отказывать себе в каких-то желаниях? Но мало того, что они удивляются тому, что христиане не участвуют в этом распутстве, они и злословят христиан, и действительно злословят, потому что не могут, не просто не могут понять вот этого выбора, да, выбора чистоты, выбора праведной жизни. Он этот выбор их раздражает, потому что беспокоит их собственную совесть. И они вот этой злостью, этой руганью все время вынуждены оправдывать собственный выбор, собственное падение. Почему, собственно, они и ведут себя так беспокойно? Апостол пишет, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. То есть они дадут ответ Богу на суде. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. Впрочем, близок всему конец. И здесь, когда он говорит, для мертвых было благовествуемо, он уже говорил об этом в третьей главе, когда Христос сошел в преисподнюю земли для того, чтобы проповедовать тем, кто при Ное проявил непокорство. Вот как раз эта самая проповедь, да, она была совершена для того, чтобы всякий человек имел возможность выбора и не имел оправдания, что он не слышал, что ему не было открыто. Здесь вот это открытие, эта проповедь совершается самой христианской жизнью, самим христианским, ну и благовестием, естественно, в первую очередь самой жизнью. То есть, если даже мертвым было благовествуемо, мертвым было проповедано, то что уж говорить о людях живых, которые здесь и сейчас имеют возможность сделать правильный выбор. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Больше же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Ну вот первое, о чем пишет апостол, это благоразумие. Это вдумчивое и рассудительное отношение к жизни. Сегодня довольно модным словом оказывается осознанность. Люди стремятся к осознанности, стремятся к осмысленности, к осмысленной жизни, но на самом деле вот эта осознанность, осмысленность жизни, она очень сильно зависит от тех оснований, которые человек выбирает. Он может думать, что он живет осмысленной жизнью, но если основание этой осмысленности, если та идея, которая положена в основу, будет неверна, то и все остальные выводы будут неверны. И, конечно же, когда апостол говорит, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, вот это бодрствуйте в молитвах, это не просто вычитывание правил или постоянное исполнение каких-то молитв, как, например, в древности были монахи-акимиты, неусыпающие, так называемые, которые стремились к тому, чтобы в их монастырях все время звучала молитва. Так вот, благоразумны и бодрствуйте в молитвах, конечно же, можно понять это и так, чтобы вы были рассудительными и вдумчивыми, и вот эта вдумчивость и рассудительность, чтобы она была укоренена в вашей постоянной связи с Богом, в постоянном предстоянии перед Богом. Отсюда и рождается бодрствование в молитве. Это не просто бессонные ночи с молитвословом, хотя не исключено, что и речь идет, конечно же, и о постоянном внутреннем некотором молитвенном обращении. Одно другого не исключает. Но далее апостол говорит, более же всего, то есть как нечто самое основное и главное, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Мы очень часто воспринимаем грехи в юридическом ключе. И как, например, правил бывает много, и исполнение одних правил не предполагает, что можно не соблюдать другие, ведь мы как рассуждаем? Ну, например, если человек не убивает, но ворует, мы не будем судить его за убийство, но будем судить его за воровство. Так и человек рассуждает. Вот если я какого-то греха не совершаю, а другой совершаю, исполнение одной заповеди не может ведь покрыть неисполнение другой заповеди? И здесь вот эта фраза апостола Петра, она может показаться противоречивой. Почему это? Любовь может покрывать множество грехов. Если я люблю, например, то как это может исправить, там, не знаю, мою лень, например, или, там, скажем, даже какие-то телесные грехи? Ведь если я люблю, это, как кажется, это исправляет только проявление нелюбви. На самом деле речь может идти вот о чем. Во-первых, всякий грех укоренен в проявлении нелюбви. Возьмем ли мы пищевые грехи или блудные грехи, или грехи, связанные с внутренним мироощущением, там, с тщеславием, с гордостью, с завистью. Так или иначе во всем этом есть, во всем этом проявляется нелюбовь, отсутствие любви. И это означает, что любовь даже в этом смысле начинает эти грехи исправлять. Ну и потом, что такое любовь? Это основа жизни с Богом, основа христианской жизни, потому что это правильное отношение к Богу и к человеку. И если мы начинаем проявлять друг ко другу любовь, это означает, что само наше сердце, духовное, как духовный орган, естественно, не как физический орган, само наше вот это духовное внутреннее естество, оно исправляется, и любовь является свидетельством этого. Поэтому любовь покрывает множество грехов. То есть если человек проявляет любовь, это значит, что какие-то там незначительные, а иногда даже, может быть, и значительные болезни, внутренние духовные болезни исправляются. И исправляются они не просто через формальное обращение к священнику с покаянием или формальное вычитывание каких-то особенных молитвословий покаянных, а исправляются по факту самой жизнью, самой деятельностью. Далее апостол пишет, «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Действительно, если мы знаем, что апостолы обычно проповедовали, ну, по крайней мере, мы знаем, что апостол проповедовал в Риме, хотя вот второе послание, во втором послании он упоминает даже Вавилон, так часто бывало, что в больших городах христиане, ну, и вообще для христиан это было такое известное и широко используемое добродетелью странноприимство, но в больших городах тем более. Очень многие люди из империи по делам или, можно, по какой-то другой надобности приходили в столицы, приходили в крупные города, и если они были христианами, они искали себе христианские, христианскую общину для того, чтобы жить, да, какое-то время в этой христианской общине. И нужно было быть страннолюбивым без ропота, потому что в какой-то небольшой город, там, житель большого города обычно не едет, да, зато жители небольших городов приезжали в эти общины, в столичные города, пользовались этим странноприимством столичных вот этих христиан, этой братьей, которая там жила, и это действительно могло вызывать ропот, может быть, какое-то недовольство. И вот апостол говорит, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. И апостол Павел в послании, скажем, к римлянам в 12 главе, и в первом послании к оримфинам в 12 главе. И здесь, в 4 главе первого послания апостола Петра, мы явно видим призыв ко всем христианам пользоваться теми дарами, которые дал Бог каждому, на благо других христиан, на благо других людей. Ни один человек не имеет права сказать, что у него нет никакого дара, и он никак не может послужить другим. Что он должен только потреблять и только пользоваться чужими услугами, чужой любовью, чужим служением. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. И если апостол Павел иногда, и в послании к римлянам, и к оримфинам, он подробно начинает говорить о дарах, то апостол Петр, в первую очередь, подчеркивает домостроительство многоразличной благодати. То есть, когда христиане строят из себя дом духовный, как апостол Петр говорит в другом месте, что вы как камни духовные составляете из себя дом духовный, церковь. Когда они так строят из себя вот этот духовный дом, то они каждый используют многоразличную благодать. То есть, самые разные служения нужны в церкви. И действительно, это и учительство, и врачебная деятельность, и служение бедным, и служение больным, и многие-многие другие. Он приводит несколько, далее приводит несколько таких служений, но это только иллюстрация. Например, он говорит, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». То есть, речь идет о проповеди, да? «Служит ли кто? Служи по силе, какую Бог дает, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть, он приводит всего два примера. Это проповедническое служение и служение, возможно, священническое, возможно, даже здесь как диаконическое такое служение, то есть, вообще, служение ближнему. Здесь и поддержка голодных, и сирот, и вдов, и стариков, и самые разные служения. Далее апостол пишет, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Во-первых, сложное и длинное предложение, во-вторых, здесь есть некоторые особенности перевода, которые могут нас удивить. Значит, апостол пишет, «Возлюбленные, огненного искушения для вашего испытания посылаемого не чуждайтесь». Естественно, христиане в мире страдали, и искушения бывали, здесь как испытания, да, не только огненные, христиан по-разному мучили, и явно здесь идет такой намек на возможные испытания и мучения, может быть, не сожжением, да, но какие-то такими, скажем, клеймом или чем-то еще. Может быть, речь даже идет о пытках, здесь довольно сложно сказать, но явно все комментаторы сходятся на том, что речь идет об испытаниях. Для испытания вам посылаемого, то есть проверяется ваша вера, проверяется ваша верность Христу, вашему выбору, смыслу вашей жизни, и вы такого испытания не чуждаетесь, то есть не считаете это чем-то совершенно недопустимым в вашей жизни, может быть, даже не всегда там скрываетесь или как-то ищите возможности избежать. Как приключение для вас странного? Но сегодня слово приключение носит какой-то такой оттенок развлекательный, то есть то, что мы называем приключением, это что-то такое, знаете, интересное, захватывающее, то, что может повеселить. Вот даже приключенческий фильм, никто не скажет, что это может быть чем-то печальным. Но здесь переводчики, которые переводили этот Новый Завет еще в 19 веке, имели в виду просто то, что с вами приключается, то есть не чуждайтесь, не считайте странным, когда это с вами происходит. Вот и все. Но как вы участвуете в христовых страданиях, то есть христианин, страдания, которые ему приходится переживать, из-за верности Христу, должен воспринимать как соучастие в страданиях христовых. Но это очень важно понимать, что речь идет именно о страданиях со Христом и за верность Христу. Потому что иногда христиане ведут себя, например, совсем не по-христиански, и когда начинают страдать, когда им начинают делать замечания, они говорят, что же делать? Мы христиане, да, конечно, нам предсказано, что мы должны страдать. На самом деле всегда надо думать, всегда надо отдавать себе отчет. А почему мы страдаем? Мы страдаем действительно потому, что мы верны Христу? Или, может быть, мы страдаем просто потому, что мы изменяем самим себе и совершаем то, что даже не христиане воспринимают как недопустимое и плохое? Но все же, если мы соучаствуем в страданиях Христовых, апостол пишет, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. То есть происходит испытание вашей веры. Иногда вполне тяжелые и жестокие, да, вот как он говорит, огненные испытания. И осознавайте эти испытания как соучастие в страданиях Христовых. И если Христос своим страданием искупает мир, человечество и исцеляет, то и христиане в свою меру, показывая, что их принципы, их ценности, то, что для них важно, оказывается самым главным, настолько важным, что они даже могут из-за этого страдать и не чураются этого страдания. Это может повлиять и на людей неверующих, когда они видят вот такую стойкость и такую верность и задаются вопросом, что происходит, почему христиане так себя ведут, что такого важного и ценного они нашли в этих евангельских свидетельствах. И он говорит, да, и вы радуйтесь этому, потому что вы разделитесь с Христом явление Его славы и торжество. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми, то есть теми, кто злословит, теми, кто приносит страдания, теми он хулиться, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Посягающий на чужое. То есть, конечно же, речь идет о том, что апостол прекрасно отдает себе отчет, что некоторые христиане страдают не потому, что они верны Христу. И он говорит, это хуже всего. Это хуже всего. То есть, только бы кто из вас не пострадал как недостойный, как нечестивец. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Мы видим, конечно же, что апостол Петр прекрасно отдает себе отчет о том, что христиане могут страдать и за такие вещи, которые всеми людьми воспринимаются как грехи. Воровство, убийство, злодейство, посягающий на чужое, это можно перевести как вмешивающийся в чужие дела и даже буквально просто нечто близкое к воровству. Для апостола это, скажем так, повод для молитвы, повод для надежды. Только бы не пострадал кто из вас как вот такой преступник. А если как христианин, то не стыдись. Конечно же, в обычном случае в светском обществе человек, который наказывается, он всегда претерпевает некоторый стыд, потому что ему наказанием, через наказание указывают его место и говорят, это неправильное поведение, ты неправильно поступал. А когда мы перед лицом общества обвиняемся в чем-то неправильном, нам всегда стыдно. Ну вот, не знаю, подросток, скажем, ведет себя как-то не так, он может вести себя вполне прилично, но если он ведет себя не так, как большинство его сверстников в его обществе, то его могут каким-то образом наказать, лишить общения, скажем, и это будет стыдно, потому что тебе скажут, что ты не таков, каким должен быть. И апостол говорит, не стыдись, то есть не считай, что если тебя наказывают за добро, что это что-то постыдное. Но прославляй Бога за такую участь, то есть даже и благодари, и прославляй, что тебе дано перенести эти испытания. Ибо время начаться суду с Дома Божия. А если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией «Да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Время начаться суду с Дома Божия. Известная фраза, но, конечно же, здесь она не подразумевает, что время начаться суду с храма Иерусалимского, например. Это фактически цитаты из Ветхого Завета, из пророческих книг. И Домом Божиим оказывается народ Божий. Если в Ветхом Завете это был Израиль, то в Новом Завете это церковь. Почему же время начаться суду с Дома Божия? Суд, как кризис, как время проверки, предполагает, что проверяется самое лучшее, самое чистое. То есть, если вы назвали себя детьми Божими, если вы считаете, что вы живете добродетельно, что вы живете по Божьему, то вас и проверят в первую очередь. И для апостола это, кстати, не повод особенно переживать или как-то бросать христианскую жизнь. Нет, нет, наоборот. Он говорит, что этот суд приводит либо к спасению, либо к погибели. И поэтому, да, время начаться суду с Дома Божьего. Но апостол выражает надежду, что этот Дом Божий устоит во время этого суда, что кризис, а суд переводится по-гречески как кризис, что этот кризис минует, и человек или люди, да, община христианская окажется неповрежденной. То есть, никто из христиан не предаст и не отвергнется или не вернется к каким-то тяжелым грехам. И он говорит, и уж если христиан будут судить, то какой суд непокоряющимся, какой конец непокоряющимся Евангелию? Если праведник едва спасается, то грешные и нечестивые где явятся? Но это все вопросы риторические, скорее для такого педагогического научения христиан, чем для такого стопроцентного и безоговорочного обвинения грешников. И далее апостол подчеркивает, «И так страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Вот этим он заканчивает. Он заканчивает призывом делать добро, быть верным Богу, несмотря ни на что. И дай Бог, чтобы как можно чаще в нашей жизни у нас это получалось. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok